Почему дети слушают про этот трактор, синий трактор? Почему слушают? Потому что там музыка такая дун-дун-дун-дун-дун-дун. Это все, что вы им поставите Моцарта, они не о летний гараж, потому что для них не музыка, это для них какофония. Им нужно вот такое. И почему? Потому что слух еще не развит. Но, как правило, наговорил Лев Семенович Выводский, мы должны все время чуть-чуть на шаг впереди. Поэтому, если он у вас в два слушает трактор, в три слушает трактор, и в четыре слушает трактор, то в пять у вас уже будет трактор. Поэтому здесь очень важно все время продвигать ребенка дальше, хотя, конечно, ему проще слушать к тому, к чему их мозг уже адаптировался. И если вы, вторая, думаете, что вы можете сейчас ребенку... Я не знаю, как ему объяснить, что нельзя бабушке говорить, что она лузер. В детском саду ему рассказали про лузер. Он пришел, бабушке сказал, что она лузер. Все взглянились, бегают по потолку. Что за подонок растет в семье? А он просто... Интересное словосочетание. Интересно. Ты говоришь, лузер, и все начинают бегать по потолку. Это же чудо. Мэджик, понимаешь? Говоришь еще, жопа. Они вообще просто все бегают просто сверхъестественным образом. Чудо. Бабуся, так сказать, сидела, так сказать, высокомерно на диване. А ты ей так... Что ты сказал? Сам не понял, что? Но звучало. И она давай вот это все. И давай все бегать. Вот. Короче говоря, с языком надо понять. Способность сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека формируется у ребенка после 10 лет. После 10 лет только происходит меленизация тех зон коры. То есть это нейроны не только связываются друг с другом, но и покрываются специальными эллиновыми оболочками, которые делают эти импульсы, связи между нейронами по-настоящему плотными и функциональными. В 10 лет. До этого вы можете сколько угодно рассказывать ребенку про то, что вы чувствуете. Он это слышит как шум, как звук водопада. Он не способен понять это, потому что он не способен представить ваш внутренний мир, ваши мотивы, ваши желания, ваши эмоции, ваши переживания и так далее. Родители узнают, что ребенок в школе ему начали нравиться какие-то мультики. И ребенок начинает жить в этом всем. А родители не понимают ни бельмеса про этих героев. Он видел в гробах. Ему они неинтересны. Герой идиотского мультика. Что я буду это изучать? Для ребенка сейчас этот мультик вся его жизнь. И то, что вы его не знаете, вы идиоты. Это странно, что надо лучше разбираться в мультиках, которые смотрит ваш ребенок, чем он сам. Но если вы хотите быть для него авторитетом, вы должны лучше понимать, что там происходит. Потому что он скажет вам, а там вот это, а вы скажете, а нет, там еще и вот это. И вот тогда вы бог, понимаете, сошли с небес и рекли, понимаете, знания. Вот. И так на каждом этапе. Проблема состоит в том, что знания, которые дети сейчас получают, они к жизни не прикладываются. Но условно говоря, вот что делают, например, в ряде западных, европейских и американских школах. Значит, вот ребенок, например, не хочет ничему учиться, но при этом он, значит, вот экологически настроен. Вот. И дальше его учат химии и биологии под предлогом экологии. Вот. То есть ему рассказывают про то, как природу разрушают предприятия, и на этом рассказывают химию. Вот. Ему рассказывают про то, что такое природа. Вот. И таким образом обучают его биологией. Вот. И у него, как бы, это есть другой заход, да, на то же самое. Вполне возможно, что это вот один из тех трендов, когда будет сложно обучать детей чему-то, как абстрактному знанию, и нам придется находить способы, как использовать то, что их детей интересует, вот, для того, чтобы через это транслировать им необходимые фундаментальные знания.